Музыка Всем тыквенный привет, с вами Дрим и в сегодняшнем видосе, ребятки, мы с вами поговорим о нововведениях, которые нас ожидают в ближайшее время в PUBG Mobile. Так как эти нововведения уже появились на бета-тесте китайской версии. Но если быть точнее, мы с вами поговорим про новое оружие, мы увидим с вами скрины карты Weekendi 2.0, а также мы с вами увидим новый юбилейный режим, который добавят именно в китайскую версию в честь второй годовщины. Потому что, как вы знаете, много элементов, которые нам добавили в честь третьей годовщины, были взяты именно из режима, который был добавлен в честь первой годовщины китайского PUBG Mobile или Game for Peace. Ну и как вы знаете, доступа к китайской бета-версии у меня до сих пор нет, потому что ее сложно заполучить. Поэтому хотел бы поблагодарить ребят, которые предоставили всю информацию. Ссылочка на них есть в описании. Ну а также хотел бы всех вас поблагодарить за вашу поддержку, ребятки, потому что мы все ближе и ближе к цели в 300 тысяч бойцов до лета. Так что, если вы вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. И первое, что мы с вами рассмотрим, ребятки, это новое оружие. Выглядит оно вот таким вот образом, ребятки. Многие говорили, что его должны добавить, потому что это оружие есть на ПК-версии. Возможно, я ошибаюсь, потому что, как вы знаете, я в ПК-версию не играл. Но я помню точно, что многие говорили, что нам должны добавить новый пулемет, да, где у нас будут 75 патронов, как вы видите, именно с увеличенным магазином. Пока что характеристик данного оружия я не знаю. Если вам будет интересно, можете посмотреть, каковы они на ПК-версии, ребятки, да. Ну, потому что они часто похожи. Но, если так присмотреться, это, само собой, очень сильно похоже на МК-шку. Но, конечно, с очень приличным магазином. Как ни крути, 75 патронов, ребятки. В принципе, оружие мощное. Пока что нет информации, будет ли оружие спамниться просто на карте. Или его можно будет найти только в дропах. Ну, как, в принципе, это у нас с МК-шкой, да, с тем же самым пулеметом. И, кстати, насчет пулемета. Если вы не в курсе, ребятки, в следующих обновлениях нам пулемету должны добавить еще больше магазин. То есть, там будут 150 патронов. И его, если следовать именно за ПК-версией, вообще должны убрать из дропа. И я предполагаю, что, возможно, его заменят именно на это оружие. Но это лишь мое предположение, ребятки. Пока что никакой дополнительной информации нет. Зато есть информация про Weekendi 2.0. А если бы точнее, есть первые скрины, ребятки, этой карты. Так как Weekendi 2.0 нам вообще еще не анонсировали. То есть, были небольшие намеки, о которых я, кстати, делал видос, ребятки. Если вы пропустили, обязательно посмотрите. Где говорилось о том, что нас ожидают в апреле какие-то нововведения, да. Потом появился патч Ноут. И о нем я тоже делал отдельное видео. Где было сказано, что 7 апреля выйдет карта Каракен. И в тот же момент уберут карту Weekendi. Чтобы ее доработать и нам завести взамен уже Weekendi 2.0. Плюс к этому, там еще будет какая-то дополнительная ротация карт. Но об этом уже поговорим, когда появится дополнительная информация. Самое интересное, это, конечно же, вот этот вот скринчик, ребятки. А именно то, что нам все-таки добавят поезда на карту Weekendi 2.0. И не знаю, как вы, ребятки, а я прям очень сильно жду. Хочу увидеть, как это будет выглядеть именно в мобильной версии. Кстати, напишите в комментариях, ждете ли вы Weekendi 2.0. Ждете поезда именно в мобильной версии. Или вам это вообще не интересно. Ну, а мы с вами идем дальше, ребятки. Дальше мы с вами заценим новый режим, который добавят именно в честь второй годовщины китайской версии PUBG Mobile. То есть Game for Peace, да. Он пока что доступен, этот режим, только на бета-тесте. Но мы прямо сейчас, благодаря ребятам, увидим, как это будет выглядеть. Что самое интересное, это, конечно же, вот эти вот дирижабли огромные, ребятки. Там очень много интересного. Сейчас мы с вами это все рассмотрим. Но не забывайте, что в нашу бета-версию раньше добавили дирижабли, но, к сожалению, с ними никак невозможно взаимодействовать. А тут, в принципе, как и ожидалось, на китайской версии все сделали технологично и супер-мега круто. В принципе, прямо сейчас мы с вами сможем затестить. Во-первых, в этом режиме два дирижабля. Они находятся, как вы видите, под самолетом. То есть, чтобы 100% вы туда смогли залететь. Во-вторых, здесь есть еще, ребятки, ракеты, с помощью которых можно взлететь в космос. Вот вы видите, несколько ракет по всей карте. И мы с вами это тоже увидим, как это выглядит. Жаль, что у меня нет возможности пока что затестить это. Если вдруг, ребятки, вы знаете, как получить доступ, или у вас есть доступ на китайской бета-версии, пожалуйста, ставьте комментарий. Или зайдите в мой телеграм-канал, ссылочка есть в описании. Напишите там в комментариях, потому что я в телеграм-канале часто сижу. И, конечно же, если у вас будет возможность, и вы сможете рассказать, как это сделать, то есть получить доступ к бета-версии, я буду вам очень благодарен. Я смогу снимать именно от своего лица. Ну и, конечно, вы услышите первыми мою реакцию именно на то, что здесь именно добавляют. Я имею в виду на китайскую бета-версию. А так, до этого я сам видос, в принципе, видел. Поэтому, ну, здесь уже я смогу просто объяснить, что к чему. В общем, если вдруг вы знаете, как получить доступ к китайской бета-версии, напишите, пожалуйста, в телеграм-канал или в директ-инстаграм. Ссылочки все есть в описании, ребятки. В общем, первое, что мы с вами рассмотрим, это, конечно же, дирижабль. Он огромный, ребятки. Здесь просто огромная площадь, и здесь очень много нововведений. Мы, в принципе, не будем с вами заострять внимание на какие-то конкретные нововведения. Просто быстренько их осмотрим. И, в принципе, после этого полетим вместе с вами в космос на ракете, потому что здесь есть такая возможность. Первое, что я скажу, ребятки, это просто огромный дирижабль. Он просто огромнейший. Здесь очень много именно разных площадок. Не как у нас одна площадка, где можно гитарами просто разбивать эти кубики и все, да. А здесь просто кучу, кучу ивентов. И даже есть вот такие вот отсылки к каждому сезону, к каждому Роал Пассу. Вот видите, на картинках они на стенах здесь у них указаны. Но это не самое интересное. Самое интересное, это, конечно же, кучу водопадов, кучу танцполов, ребятки. И даже воздушное такси. Серьезно, есть и такое здесь, ребятки. Есть карта, как вы видите. Вот так она выглядит, эта карта. И здесь указаны, конечно же, каждые ивенты. И вот, кстати, то самое воздушное такси, ребятки. На нем мы тоже с вами полетаем. И что самое интересное, если передвигаться по данному дирижаблю, у вас даже меняется вот таким вот образом небо, ребятки. У вас появляется вот такое вот крутое космическое небо, да? Если просто передвигаться именно за одной зоны данного дирижабля в другую. Очень круто. Серьезно, мне это очень понравилось. Видно, что над этим постарались. Я, если честно, очень даже надеюсь, что нам завезут такие дирижабли именно в честь следующего юбилея. А не будет снова же какая-то просто игровая платформа. Ну, потому что, согласитесь, это выглядит годно, во-первых. Во-вторых, это в воздухе. В-третьих, напоминает немного пирамиды, ребятки. А многие вспоминают пирамиды и хотели бы, чтобы их вернули обратно. Плюс к этому атмосферненько. То есть здесь можно вместе с тиммейтами поугарать. Вначале будет неплохой такой файт, да? Именно между теми, кто захотят захватить данный дирижабль. Ну, а потом после этого можно здесь побегать и, в принципе, поугарать. Также здесь есть вот такой вот огромнейший торт, ребятки. Здесь есть, как я уже говорил, водопады. И что самое главное, на них можно летать. В принципе, прямо сейчас вы увидите, как это выглядит. И снова же, как вы понимаете, это все сделано именно для того, чтобы просто поугарать с друзьями. Со своими тиммейтами в честь именно новой годовщины PUBG Mobile. Ну, в данной ситуации у нас Game for Peace. В принципе, режим неплохой. Конечно, кто-то скажет, что перебор. Кто-то скажет, что очень круто. Для этого и есть функция возможности отключить данный режим. Да, если вы не хотите, вы играете просто классику. Без никаких суперсил, без никаких фонтанов и так далее. Ну, а прямо сейчас предлагаю заценить то самое воздушное такси. К сожалению, ребятки, данное такси, оно вам позволяет передвигаться только именно на самом корабле. То есть, сделана вот такая вот дорожка, по которой это такси само передвигается. То есть, здесь вы никак не участвуете. Вы просто сели и вас перевезли с одной стороны на другую. Но все же выглядит очень даже круто, согласитесь. Очень даже технологично, я бы сказал. Но, прямо сейчас я, конечно же, предлагаю рассмотреть, ребятки, ту самую ракету, с помощью которой можно взлететь в космос. И в космосе, ребятки, нас ожидает очень интересная тема. Именно, где показываются все сезоны, которые были до этого. И, если честно, вот эта тема очень похожа на то, что у нас было, когда нам добавили Erangel 2.0. Когда у нас наступила новая эра в PUBG Mobile. И в обновлении у нас не было цифра 0, а потом уже какая-то версия обновления. Да, там 0.18, 0.17. А у нас был уже в начале цифра 1. На данный момент уже 1.3. Так вот, если вы помните, когда нам добавили это обновление, в начале нас ожидало определенное интро. И прямо сейчас вы сможете сделать аналогию между тем интро и то, что ожидает нас дальше. После чего мы с вами взлетаем на ракете с карты Erangel. Выглядит это эпичненько. Очень даже неплохо, я вам скажу, ребятки. Я бы сам хотел бы наблюдать такую тему у нас в нашей версии. Поэтому я надеюсь, что нам завезут. Вы видели, как круто выглядит именно из космоса Erangel. Здесь есть вот такие вот тортики, которые можно собрать. Ну а далее, та самая тема, о которой я говорил, ребятки. То самое интро. Если вы помните, мы с вами залетали именно на вот такую вот воронку. И в принципе, мы там с вами видели, как меняется Erangel и так далее. Вот здесь такая же тема. Здесь именно показываются сезоны. Вот таким вот образом это выглядит. В принципе, очень даже неплохо, согласитесь. Поэтому я говорю, что если нам завезут такую тему, я буду только за. В общем, на этом, в принципе, все, ребятки. Вот такие вот нововведения. Жду ваше мнение в комментариях. Как вам, во-первых, новое оружие? Ждете ли вы это новое оружие? Ждете ли вы карту Weekendi 2.0? И играйте вообще на карте Weekendi. Я, к примеру, не играю. Но если завезут поезда, ну вы сами понимаете, да? Это нужно будет обязательно затестить. Ну и, конечно же, напишите, хотели ли вы, чтобы наш следующий юбилейный режим был похож именно на этот юбилейный режим, который скоро добавят именно в китайскую версию. На этом все. Если видео понравилось, поставьте лайк. Если вдруг оно не понравилось, ставьте дизлайк. Подписывайтесь. Ну а с вами был Dream. Всем топ-1. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.